Продавец точки фастфуда, стоящий на Воронежской улице около автовокзала, заявил о разбойном нападении на павильон, которое произошло глубокой ночью. По словам мужчины, подельники вошли в круглосуточно работающее бестро в четвертом часу. Крошечный зал был пуст. За прилавком клевал носом 45-летний продавец, наемный работник, устроившийся сюда за два месяца до налета. Хоть в киоске и имеется окно, через которое можно выдавать заказы ночью, персонал им не пользуется. Того требует клиента ориентированность, чтобы человек мог перекусить в тепле и за столом, имеющимся внутри. Нападавшие через большие окна должны были хорошо видеть, что посетителей в кафе нет. Сколько было преступников, потерпевший, сказать точно, затруднился – три или четыре. Лица они скрывали под черными масками, на головах были темные шапки и капюшоны. Не исключено, что у одного из них был при себе пистолет. Грабители надавили на жертву и уложили мужчину на пол, лицом вниз, приказав не двигаться. Потерпевший, первый раз попавший в подобный переплет, был деморализован и о сопротивлении или бегстве не думал. Бить продавца подельники не стали. Один из них сразу перебрался за прилавок в поисках выручки. Она не была спрятана. Добычей нападавших стала сумма порядка десяти тысяч рублей. Трогать личные вещи продавца и брать что-то из продукции налетчики не стали и сразу удалились. Потерпевшему показалось, что преступники уехали на микрогрузовике. Однако в этом он не уверен. «Атлас» мог быть случайно проезжавший мимо остановки машиной. С места происшествия Валентин Дорозняк и Андрей Алферов.